Я из поселка Чернухина, это Луганская область Перевальского района. А расскажите, а что там происходит? Что там происходит? У нас на улице стоит украинская армия, это улица Октябрьская. Она находится за вокзалом, почти в поле, где третье отделение. Там у нас на улице, в конце улицы, стоит украинская армия. Наш дом, они в конце улицы стоят, наш дом, 10 домов от украинской армии. Они пьют водку, не знаю, стреляют. Это... А над жителем Ирии как-то издеваются, не издеваются? Да, ну, этого нет. Не было ничего. Ну, такого не было вроде бы, я не знаю. Ну, то, что там говорили, что они заходят в домы, в домы живут. Ну, живут, да, на краю улицы они живут в доме там у бабульки. Они... Она ушла в другой дом, они там живут, вот эти у них БТФ стоит, вот это вот всё. Они там живут. Ну, а как они вообще-то, там, по мирным жителям не стреляли, ничего такого не было? Ну, вот, было так, ситуация была такая, когда наши ребята, они сами делали, когда электричество перебивали провода, к ним пришли, сказали, ребят, мы сделаем провода, у нас перервало, чтобы свет был. Только залезли на столб, они начали по ним стрелять. Вот такое было. Потому что они понапеваются, стреляют там, и по проводам везде им делать нечего, больше они только и стреляют. Короче, начнем с того, что просто безвластие происходит. Да, проходит безвластие, происходит безвластие. Ну, а сегодня как вы попали сюда? Мы сегодня попали, мы 22-го числа начались, когда начались боевые действия, мы находимся в подвале. Вот с того четверга мы вообще безвылазно из подвала мы там и жили. До сегодняшнего дня у нас ни связи не было, ничего. Эти обстрелы, я не знаю, у нас погибло много жителей. Наша улица разбита полностью, дома наши разрушены, у нас огороды, все разбито, дома разбиты, все разбито. У нас лежала у моей соседки Иры Носач, дикого она, по девичьей. У нее мама убила ее осколками, она лежала 4 дня. Мы сегодня, когда нам позвонила моя племянница и сказала, что есть коридор, ополченцы дают, у них сегодня ночью взорвался снаряд, и вот мы успели, наши мужчины, положить ее в воронку и присыпать. Вот это вот так мы похоронили ее. А мы сегодня, у нас дом разбитый, у нас все разбито, все у нас разрушено, у нас все соседи. У кого поразбило все, все разбито, у нас нет там живого, ничего. Когда сказали, мой старший сын побежал всем соседям, сказал, что есть коридор, мы уехали. Мы выбрались, уехали. Соседи бросали все, живность, все, уезжали. Мы все пешком, мы шли, когда ехали, люди пешком шли, кто бабушки старенькие, кто с палочками, кто как, кто на велосипеде, кто пешком все выходили. Нам сказали сначала украинская армия, что есть через 14-й километр, они выпускают на Дебальце. Сказали, что в Дебальце есть коридор. Но когда позвонила моя племянница, сказала, что не пустили их туда, и сказала, что только ополченцы. И мы поехали по улице Комсомольской, потому что Ленина, наша центральная улица, вся заминирована. Украинская армия заминировала ее. И мы ехали по Комсомольской. На Комсомольской нас встретили ополченцы. Они сказали, едьте так, чтобы это самое. Сказали, вот возле магазина «Восход» у нас. Мы проехали, там лежали собаки разорванные. Там домов нет ни одного. Люди-убийцы лежат, если бы вы видели. Люди, как страшно. Мы приехали из ада сюда. Я не знаю, это вообще, это страсть какая-то. Когда мы еще были дома, вот последние дни, когда была бомбежка. Ехали украинские солдаты, родители украинской, западной Украины. Мамы, которые вы посылаете сюда на то, чтобы ваши дети зарабатывали деньги. Вы пишете, что они у вас без вести пропали. Да они у нас, Чернухина, под лесом закопанные. Ваши же украинские каратели закапывают их. Греди, я не знаю, как он называется. Ковшом выкапывают ямы и как собак закапывают ваших сыновей, мужей, детей. Я не знаю. Отцов, что ж вы делаете? Я не знаю, как же вы так можете посылать в АТО. Вам деньги дороже, чем жизнь. Вы хотите в Европу. Какая Европа? Как вы можете так жить? Я не знаю. Если бы вы приехали сюда, в этот ад, вы бы прочувствовали. Вы там прыгаете. Кто не скачет, то им оскали. Мы же сколько лет вместе жили. Как вы можете так быть? Я не знаю. Мы вас не проклинаем. Мы вас всех прощаем. Хотя вы нам столько зла сделали. Вы ненавидите Донбасс, что он всегда вас снабжал углем. А вы теперь с чем вы? Ни света у вас, ничего у вас не будет. Вы говорите, что мы проклятые. Да нет. А мы вам желаем добра. Дай Бог вам ехать в Европу. Мы видели, как вы бежали в Европу, в Польшу. Когда вы падали, когда вас... Мы это видели все, прекрасно видели. Я не знаю, как еще, что вам донести. Наше все разрушено. Дома побитые. Все побито. У нас огороды. Мы жили спокойно. Наши мужья в шахте вкалывали. Дети наши в шахте вкалывали. Чтобы вам на Западную Украину отправить уголь. Чтобы вы сидели. Вы живете. Ваши ребята приезжали. Говорят, о, какие у вас халупы. У нас сараи двухэтажные. Говорили нам. Да мы лучше в своих конуре своей жили, как вы говорите на нас. Раз у вас сараи лучше, ездите на свою Западную Украину. Живите хорошо. Оставьте наш Донбасс в покое. Мы хотим, чтобы... Мы только просили. Русский язык, он нам дорог. Мы вас понимали. 20 лет мы понимали вас. И украинский. Я умею. На вашей украинской мове. Но я не буду на ней говорить принципиально. Теперь, раз вы наш Донбасс разбили. Наш Донбасс все равно не сломится. Все равно мы выживем. И мы будем жить прекрасно. А вы как хотите, так и живите. Потому что мы вас никогда не простим. Храни наших ополченцев и казаков, Господь. Потому что я становлюсь на колени перед ними. Только они нас выпустили из этого ада. И если что-то было там не так, я прощаю всех. А вас я никогда не прощу. Не прощу украинскую армию. Никогда. Потому что мы сидели... Когда ваши сыновья стреляли с САУ. У меня просто одно желание. Приехать на вашу западную Украину. Проехаться в Балаклаве. И чтобы проехаться с автоматом. Чтобы вы побоялись так ваши дети. Как Порошенко сказал, что наши дети будут сидеть в подвалах. Чтобы ваши дети посидели в подвалах. А мы постреляли с САУ. Нет, не по вас. Чтобы вы живы были. Чтобы вы потряслись так, как мы в аду побыли. И чтобы вы... И проехаться в Балаклаве. И пострелять. Чтобы вы только поняли, как это тяжело. Вы не видите. Вы не знаете ничего. Ваша власть, она ничего вам не рассказывает. Вам врут все. Я не знаю. Ну, вы, получается, остались без чего. Да, я осталась без ничего. У меня все было. У меня были и компьютеры. У меня были все. У меня сыновья работали. У меня муж в шахте работал. У нас мы бросили все. У нас все. Все, что наживали. Все наживали. Мы сколько наживали, у нас все было. Мы бросили все. У нас не осталось ничего. Наш дом полностью разрушен. Он восстановлению не подлежит. У нас огород был хоть маленький, но мы с него жили. У нас двор был хороший. Я не знаю. Я выросла в Чернухе. Я люблю свой поселок. Мои дети там выросли. Мои дети работали там. Я не знаю, как еще можно сказать. У нас от поселка не осталось ничего. Наш поселок истребили. И за что? За что? Я не знаю. У нас нет больше поселка нашего. Перед этим как-то позвонили знакомые и сказали, еще было все нормально. Спросили у нас. Сказали, что Чернухина стерли с лица земли. Но это было еще где-то в октябре месяце. А теперь я говорю, да. Наш поселок стерли с лица земли. Нашего Чернухина больше нет. Я не знаю, куда мне больше идти. Я приехала. Да, меня вот хорошие люди. Ополченцы все меня здесь. Администрация. Они меня приютили. Мою семью приютили. Мам, если ты нас будешь слышать, ты в Курске. Все равно ты будешь нас слышать. Мамочка, мы все живы. Саша с Юрой живы. Вова жив, мы все живы. Только жилья у нас больше нет.